Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Посейдон, и мы находимся в Майами, где мы будем делать обострение под названием Реставрация Ривьеры. Итак, начнем. На первом уровне у нас есть одна цель, ее нужно устранить любым способом в маскировке врача. Итак, один нюанс, если вас заметят делающие какую-то незаконную вещь в маскировке врача, любую, даже если это сама цель увидит перед своей смертью, то вы сразу же провалите миссию. Мы начинаем в медицинской зоне в форме врача, берем монетки и берем удавку. Выбранная эта точка специально, потому что она самая ближайшая для того, чтобы получить маскировку врача. Но можно выполнить это обострение и на начальной точке добраться до медзоны и переодеться в медработника. В кладовке есть костюм рядом с ампулой со смертельным ядом. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, мы бежим в сторону нашей цели. Я буду показывать, как получить 5 звезд, а не как быстро выполнить это испытание. Берем удавку и устраняем нашу цель. Она как раз рядом с медзоной. Я лично прячу все трупы в ящиках, для того, чтобы не было ситуации, что их спалили. Идем на выход. В данный момент это скорая помощь. На втором уровне у нас добавляется еще одна цель. Это охранник, который ходит за переносными клубами участников гонки. Мы будем брать те же самые же предметы, что и брали на первом уровне. Итак, начнем. Начинаем миссию и бежим к нашей первой цели, как в первом уровне. Берем удавку. И устраняем нашу цель. Я лично еще переношу ее в коробку. И иду в сторону нашей второй цели. Будьте осторожны здесь. Здесь есть уже люди, которые могут вас спалить. Подхожу сюда и наклоняюсь и дожидаю нашей цели. Как раз он сейчас будет подходить, а другой человек будет отходить. И как только он приходит, удавкой берем и прячем его в коробку. Выходим отсюда и поднимаемся через эту лестницу, потому что здесь есть охранник, который может вас спалить вот в этой маскировке. Бежим в сторону выхода, что это главный вход. Продолжение следует... На третьем уровне сложности у нас появляется третья цель, которую нам надо устранить. В этот момент у нас еще добавляются дополнительные люди, которые могут вас спалить в костюме врача. И мы берем те же самые же предметы, только в этот раз монетки нам уже понадобятся. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, бежим в сторону нашей первой цели, вытаскивая удавку. Устраняем ее. И бежим в сторону нашей третьей цели, через этот туалет. Вытаскиваем монетки. Бросаем монетку в сторону мусорника. И вытаскиваем удавку. Дожидаемся нашей цели, когда она подойдет к монетке. И устраняем ее, также прячем ее в мусорник. Бежим в сторону нашей второй цели. Обходными путями, так, чтобы вас не заметили люди. Здесь намного больше людей, которые могут вас спалить. Дожидаемся пока наша вторая цель пойдет в сторону от нас спиной. И бежим ее устранять. Прячая ее в коробку. Переодеваемся в форму охранника. И идем в сторону выхода. Также обходными путями, потому что здесь есть еще один охранник, который может вас спалить. Он может вас спалить, что в форме врача, что в форме охранника. И идем в сторону выхода. Что это как раз вход на мероприятие. Продолжение следует... Есть еще один способ, как можно пройти все три уровня. И это использовать чисто шприцы со смертельным ядом. Берем два шприца со смертельным ядом. И вдобавок еще я покажу, как можно получить третий шприц. Для того, чтобы устранить все три цели. Это, конечно же, если у кого-то есть два шприца со смертельным ядом, уже подготовленные у него в багаже. Тот, кто прошел определенные уровни в определенных картах и сможет это сделать с помощью яда. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, берем здесь ключик и используем ее в кладовой, чтобы открыть вот этот шкафчик. Берем здесь третий шприц и бежим в сторону нашей первой цели. Используем все три шприца на каждую цель. Вначале на первую. Оставляем его на полу и бежим ко второй. Поднимаемся наверх и вытаскиваем третий шприц. Дожидаемся, пока человек шляпы отойдет. Так, чтобы мы не заметили друг друга. Проходим мимо так, чтобы нас не заметили. Любыми способами. Потому что здесь есть намного больше людей. И заходим сюда. Дожидаемся, пока наша третья цель пойдет так, чтобы она будет к нам спиной. Используйте свое чутье для того, чтобы видеть это. И бежим в сторону нашей цели. Используем третий яд. И переодеваемся в форму нашей третьей цели. И бежим в сторону выхода. Поднимайтесь наверх здесь, потому что здесь есть еще один охранник, который может вас спалить вот в этой форме. Лучше всего дождитесь, пока он пройдет мимо, и сможете бежать в сторону выхода. Как только он прошел, считайте, что вы уже прошли испытание. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Дома. Добавил Долгу.